Здравствуйте! Отборные трэшовые странные и глупые советы заказывали? Будет. Ведь я, как всегда, чуть-чуть постарался и в обмен на лайки своих телезрителей жестко подобрал для вас одни из самых странных и чудных советов, что предлагает нам удивительный первый канал, когда его об этом никто не просил. Ну вы знаете, эти классические советчики. С Федерального ТВ. По утрам, надев часы, не забудьте про трусы. В общем, как эти сидя, лежите лёжа, а если вы не Сергей, значит вы Лёша. Лёх! А если вы не подписаны на этот канал и случайно сюда забрели, то значит, надо подписаться. Ведь одно дело получить совет, а другое дело посмотреть их все с должным вниманием и пристальным взглядом своими глазами. И начнём мы, пожалуй, сегодня с зимы. А точнее, с косых взглядов соседей при применении очередного лайфхака Дмитрия Толобуева, которым он решил помочь всем автомобилистам. На ночь вы паркуете машину на улице. Если ночью будет снегопад или ледяной дождь, или... Опять метель! Утром с автомобилем придётся повозиться. Сказал Дмитрий, сидя в 12-летнем автомобиле ВАЗ-2104, который перестал выпускаться уже в 2012 году. Ведь с такой свежей машиной приходится с утра повозиться ведь только из-за снегопада или ледяного дождя. И Дмитрий, как мастер на все руки и просто находчивый и смекалистый человек, вам может показаться, что я иронизирую, но это правда, но почему он иногда творит дичь, это одному богу известно. Вызывается нам помочь. Это птица. Это самолёт. Нет, это Дмитрий Толобуев на своей четвёрке. Снова хочет ускорить процесс. Я расскажу, как ускорить процесс. Во-первых, автомобиль нужно остудить, открыв окна и двери, поскольку если позже выпадет снег, на стекле он растает. И после того, как автомобиль остынет, влажный снег превратится в ледяную корку, которую будет трудновато удалить утром. Он растает на тёплой поверхности и тут же замёрзнет, превратившись в ледяную корку. А во-вторых, пищевой плёнкой нужно обернуть стёкла боковых дверей, зеркала и, конечно, лобать, чтобы, как я уже сказал выше, снег не растаял, образовав ледяную корку, которую будет сложно удалить утром. И, конечно, натягиваем плёнку на лобовое стекло. Открываем одну дверь, заправляем стрейч внутрь салона, закрываем, перетягиваем плёнку и также заправляем её с другой стороны машины. Но пытливый зритель спросит, чего? Мы же машину для этого и остужали, чтобы снег не таял, падая на стёкла и не образовывал ледяную корку, которую сложно будет удалить утром. Плёнка-то теперь нам тогда зачем, если льда не будет, потому что машину-то мы остудили? Да, логики в этом сюжете скажем пока. Потому что мало того мы этого того самого, ну, что я уже озвучил выше, так ещё и утром, когда теоретически выпадет снег и не застынет на стекле в виде льда, вам всё равно придётся очищать машину от снега, вам придётся снимать плёнку со стекла дверей зеркал и дворников, так ещё и очень приятным бонусом, в глазах соседей и знакомых вы приобретёте характеристику странного чела, который каждый вечер носится вокруг машины с плёнкой, обматывая всё вокруг, и хорошо, если для вас не вызовут в этот момент наряд. Не зря мы вчера готовили. Машина покрыта коркой льда и снегом. Но если вы не знаете, как выглядит корка льда и снега, Дмитрий Тлобуев вам покажет. Выглядит она примерно вот так, вот так и вот так. И не знаю, как вас, а меня безумно веселит серьёзное лицо Дмитрия, который, покидав рыхлого снежка на машину, с ни в чём не повинным лицом изображает пережившего лютую метель, буран, вьюгу, землетрясений, просто конец света от племени Мая в этот злосчастный ледяной дождь. От природных катаклизмов автомобиль не пострадал. За снежно-ледяной глазурью я справился быстро и эффективно. И да, безусловно, может отчасти в какой-то момент это и поможет. Поскольку ледяные дожди не редкость, и некоторые автовладельцы, если бы знали наперёд, что он пойдёт, замотали бы правда машину, не только плёнкой. Но меня жутко веселит один момент, когда Дмитрий такой весь довольный и подготовленный подходит утром к машине и говорит «Не зря мы вчера готовили». Только вот, а что если зря? А что если зря будет все дни зимы, кроме двух или пяти из девяносто? А что если снег вообще не будет падать и машине не с чего будет замерзать, но мы бегали все девяносто дней вокруг неё, будто он будет падать каждый день? Где мне столько плёнки-то взять? Ну да, а что бы ещё не почистить снег после плёнки и не повозиться утром, что видимо и было целью лайфхака. Если ночью будет снегопад или ледяной дождь, то утром с автомобилем придётся повозиться. А знаете, с чем придётся повозиться ещё? С полкой, которую вы не хотите покупать. От старого сломанного комода у меня остался прочный выдвижной ящик. Это ж как нужно было ушатать комод, чтобы остался один ящик? Ну да ладно. Смастерю из него оригинальную декоративную полку. Ну, а я что говорил? Слава богу, комод не уцелел. А то, я думаю, вы уже догадались, какой бы нас ждал совет. Ну, вот мы и повесили на стенку комод, чтобы не покупать полку. Понятненько? Пусть уж лучше выдвижной ящик. Наждачной бумагой счищаю неровности. Произносит ведущая. И о лаке на лицевой стороне ящика нам остаётся только нахрен забыть. Поскольку это, как я понял, и была так называемая неровность. Отличный план, чтобы сэкономить на полке тысячу рублей и купить на 200 рублей наждачки. И, кстати, вы когда-нибудь шкурили советский лак до дерева? Попробуйте. И не забудьте после этого прожать под этим видео лайк ногой. Поскольку руки после такой работы у вас отвалятся. Но оно забьётся мелкодисперсной пылью и осядет по всей квартире, если у вас нет специального помещения под такие задачи. Конечно же, в отличие от ведущей, у которой не то, чтобы грязь на столе не появилась. У неё даже наждачка не запылилась и не стёрлась. Это просто чудо господнее какое-то. Не иначе. При том, что лак, насколько я знаю, можно снять ещё и под высокой температурой шпателем, чтобы не испортить дерево и не разводить грязь. Что также не исключено в происходящем действии за кадром, о чём говорят вот эти вот еле заметные, приглядитесь, полосы, оставленные будто от шпателя. А поскольку за наждачная деревянная поверхность выглядит немного иначе, то у нас, возможно, карминал. И дело раскрыто! Детектив Колумба! Покрываю ящик грунтовкой. Чтобы не покупать современную полку, купив грунтовку за 300 рублей. А потом крашу. Чтобы не покупать современную полку за 1000 рублей, купив краску за 200. И кисточку. Прикладываю к дну ящика трафарет с рисунком. Я заранее купила шаблон в магазине. За 200 рублей! Ведь до этого же ты ничего не покупала, правда? Фиксирую пластинку малярной лентой. Купив которую за 100 рублей. Закрашиваю отверстие контрастной краской. Которую вы тоже купили вместе с кисточкой, чтобы после окончания художественной самодеятельности у вас получилось это. Ну вот первый канал, я вам что-то сделал. Ну да, спорю. Ну да, делаю обзоры. Ну да, выражаю свое собственное мнение на своем личном ресурсе. Но издеваться-то зачем? Господи Иисусе, как же это плохо. Меня одного веселит, что трафарет как бы и не обязательно-то было и покупать для подобного качества рисунков. Ведь получилось очень красиво. Но, ребята, ни в коем случае не покупаем то, что нужно. Но скупить весь магазин обязаны. Вкручиваем сзади два самореза, привязываем к ним веревку так, чтобы она нахрен раскрутилась и ваше изделие не увидел больше никто после удара пол. И вуаля. Полка готова. Можно вешать ее на стену. И раскладывать мелочевку. Вместе с которой выглядит это крайне сомнительно, но окей. А вот что там происходит на виде сбоку, при котором видна фанерка и боковина с саморезами и веревкой у стены, нам, конечно же, не показывают. Ну а че народ-то пугать? Хватит страха и притрать в тысячу рублей на всякие наждачки, краски и на сопутствующие материалы для приготовления этого прекраснейшего шедевра. В отличие от готовой полки за 900, 500, 1000 и 700. Почти все из которых вам доставят тупо завтра. Ля, и вы посмотрите, какие они нахрен аккуратненькие, красивые, стильные. В отличие от этого недоразумения. И давайте так, я не против хендмейда и приспособы старых вещей под новые. Как-никак я фон в видосах себе что в одном, что в другом сам делал и собирал. Но это позорная полка и их журнальный столик? Ах да, вы же ничего не знаете о журнальном столике. С полки офигели? Тряхнем стариной, как несколько лет назад, когда наша жена офигела от нашего прекрасного изобретения, от подставки для обуви. Самый сладкий, блин, под конец оставил. Зачем покупать новый журнальный столик, если его можно смастерить самостоятельно? Сказал я сам себе лет 7 назад, когда еще не занимался ютубом и смастерил себе штатив из японских палочек и автомобильных колодок. Зачем, зачем? Чтоб над тобой смеялись, это же очевидно. И давайте сразу, чтобы не было вопросов участия аудитории, которые не знают, сколько стоят журнальные столики и как они выглядят. Есть дешевые, есть дорогие, есть средние, есть металлические, есть любые на любой вкус цветы и кошелек. Нужно лишь просто захотеть и поискать. Озон в данный момент это тупо как удобный пример их разнообразия и того, что все это бывает. Но зачем покупать новый? Если его можно смастерить самостоятельно. Сказал ведущий фразу, с которой обычно начинается какой-то трэш на первом канале. Ножки сделаю из старых деревянных вешалок. Ну, я ж говорил. Выкручиваем крючки, счищаем, как это мы уже видели, шероховатости, наносим краску, сушим и переходим к поверхности стола. Я решила сделать двухуровневый стол, поэтому заранее вырезала две столешницы из плотной фанеры. И фанера настолько классный, офигенный материал для журнального столика и настолько удобный, что во время этих съемок уже пострадала вторая, выгнувшись буквой ЗЮ, просто лежа на столе. Ну а что, для себя же делаем, не на выставку. Че нам к хорошему-то стремиться? Далее прикладываем две вешалки с торца симметрично друг другу и перпендикулярно доске. Симметрично друг другу и перпендикулярно доске. И делаем магию! Прикручиваю плечики к столешнице. Точно так же фиксирую две вешалки с другой стороны доски. Вы скажете, а че это? А как это? И каким оно вообще образом-то? Вот таким! Одну столешницу я прикрепила. Осталось зафиксировать второй кусок фанеры. Который не промазан морилкой, не покрыт грунтовкой, не покрашен краской. Это тупо кусок фанеры с саморезом и вешалкой у вас дома вместо журнального столика, чтобы буквально не... Покупать новый журнальный столик. Странно, правда, что для ведущей вазу купили цветы, шкаф сзади купили вместе вот с этой вот штукой, хз как она называется. В студии свет выставили покупной, камеру купили. Ну не могут они работать своими изобретениями, понимаете? Ну плохо у них получится при производстве, поэтому все-таки лучше это все купить. А вот столик у нас получится лучше покупного, это точно. Давай, Валя, мастери! Вот и все. Смотрите, какой оригинальный дизайнерский столик получился. Хотите верьте, хотите не верьте, но это было на самом деле. Да, с каждым советом от Первого канала мы все дальше и дальше и дальше от Бога. Компания Слепи из говна нет. Мы делаем шедевры. И после этого кто-то всерьез думает, что с нами когда-то свяжется инопланетяне для того, чтобы рассказать про секреты Вселенной и основу бытия? Да с таким позорищем от Первого канала в 2024 году к нам не только не прилетят. Нас стороной будут обходить за миллиард километров, делая вид, что, ну, как бы не замечают этого бомжа, роющегося в помойке под именем Земля. Да вы серьезно? Хотя стоп, может они специально для нас советы снимают, чтобы вы не скучали и ставили лайки, а мне было еще сделать для вас обзор? А может во всем виноват мой масонский ноготь? Смотрите, какой оригинальный дизайнерский столик получился. А собрали мы его из старых вешалок и обрезков фанеры. Ну и наблюдая все это, у меня напрашивается один единственный вопрос. Как они между собой на съемках за этот столик-то не передрались в спорах, кто заберет себе этот дизайнерский дизайн домой? Это же настолько эксклюзив, что даже жена, обрадовавшаяся изобретению несколько лет назад, задумалась над устарелой технологией подставки для обуви и захотела себе что-то новое. Но наконец-то они это сделали. Туфли теперь не занимают много места в прихожей. Жена обрадуется вашему изобретению. А вот кто обрадуется, получив стикер, оставив комментарий под моим видосом? Никто. Из тех, кто не на экране, разумеется. Пиши мне пока, если выиграл, и не забудь. Подписаться на мой канал, если еще не подписан? Ребят, давайте добьем уже до полмиллиона, но сколько это можно уже терпеть? 500 тысяч подписчиков. И сказать, пожалуйста, на мое спасибо за ваш лайк. И запомните, старый друг лучше новых двух столиков купленных в магазине. Ведь его можно попросить смастерить свой, дизайнерский. А с вами, как всегда, был Джеймс Лоун. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!